всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о ароматах аутсайдер абсолютные аутсайдеры причем какие-то больше какие-то в меньшей степени какие-то ароматы я изредка еще там как-то одеваю какие-то вот просто простаивают реально месяцами иногда ну годами нет годами еще нет но вот под прям могут смело полгода стоять я вот как-то вот к ним абсолютно не то что равнодушно вот не тянется у меня к ним рука что с ними делать я не знаю я как бы мне рука не поднимается от них избавиться их продать потому что они мне нравятся но тем не менее появляются какие-то новые ароматы и нужно все-таки вот круговорот какой-то придумать что сделать с этими ароматами напишите мне в комментариях буду вам очень признательна ароматы все классные я конечно буду к ним возвращаться но хотелось бы конечно иметь в своем парфюмерном гардеробе такие ароматы которые вот прям вот каждый день ты меняешь 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 с удовольствием а вот тут вот какой-то вот прям застой получился давайте начнем какие же ароматы аутсайдеры у меня моем парфюмерном гардеробе первый аромат он вот нот если я говорю годами туда наверное год точно я его не носила не вспоминала абсолютно как-то вот он ушел из моей жизни но я его храню я никогда его не дену потому что он очень нравится моему сыну он как-то вот прям реагирует на него понятно потому что этот чоколад гриди от манталь это очень причем это 30 миллилитров и мне кажется нет это 50 миллилитров 50 миллилитров и мне кажется что они не закончатся никогда аромат настолько насыщенный настолько объемный настолько громкий что 1 пшика хватает на вообще на два дня поэтому какое-то время я помню его носила просто безумно его любила ну он классный он классный он необычный он вот именно вот чоколад гриди шоколадный жадина аромата шоколаде аромата выпечки аромата шоколадных печеньях аромат вот обо всем об этом вкусным с ясном ну не знаю я его конечно никуда не дену ну вот абсолютно абсолютно я его не ношу следующие два аромата которые начну с первого который тоже очень давно не носила это agent provocateur legend но здесь такая история когда-то я просто им упивалась это был один из самых моих любимых ароматов я к нему очень хорошо отношусь он бесподобен он если мы говорим соотношение качества и цены он конечно бьет рекорды настолько ну ладно сделаны настолько грандиозные настолько слаженный четкий вызывающий в меру такой вот знаете роковой какой-то вот бомбический знаете аромат бомба но всему свое время когда-то я была большим поклонником этого аромата сейчас я его храню вот просто как воспоминания практически никогда его не надеваю потому что ну все перегорела как-то наверное это legend а что у нас здесь у нас здесь конечно красивый очень готически немножко ладан специи немного розы такой все в дыму все в таком вот в каком-то таком очень нуарный аромат очень такой нуарный знаете вот семейка адамсов вот мама и вот мартиша ее звали как-то по-моему да в исполнении анжелики хьюстон великолепный вот мне кажется она бы могла носить этот аромат с гордостью он мне очень подошел вот сейчас вообще никак стоит не знаю что с ним делать второй аромат тоже от агент провокатур legend и от джент провокатур это классический с ним я никогда в жизни не расстанусь он конечно классный но очень редко его ношу вот знаете какое такое настроение тоже был момент когда его носила постоянно сейчас ну кумси кумса но могу смело сказать что наверное на умладеваю его ну я не знаю можно по пальцам руки наверно пересчитать ну двух рук окей сколько в год я его прям реально ношу потому что наверное количество ароматов огромное очень много у меня появилось ароматов новых я стараюсь как-то их избавляться от того что я не ношу но вот эти аромат которые показываю вам в этом видео они я не могу от них избавиться они классные но может быть когда нибудь ну это конечно это классика жанра тоже такой знаете хорошая ниша хорошая дорогая ниша густая насыщенная специевая роза пачули в общем такая очень красивая здесь история бесподобная если есть у кого возможность приобретите приобретите он помню сейчас вообще недорого стоит в интернете и не нас не снятость это или не снятость я не уверена ну вот как так аромат легенда аромат легенда который я вообще не ношу абсолютно гуччи энви когда он у меня был у меня был израсходован не один вот такой вот по моему это сколько сколько здесь 50 миллилитров флакон но вот он прекрасен он прекрасен видимо для меня в каких-то моих воспоминаниях моей ностальгии в моем вот в этом машина времени моменте но вот на данный момент вот как бы сколько нового аромат сколько новых ароматов сколько всего выходит он наверное уже конечно не так хорош и ценю я его люблю я его только вот за воспоминания а гуччи энви прекрасный представитель своего времени прекрасный представитель ароматов гуччи когда там еще творил ароматы том форд вот как-то так не ношу абсолютно но берегу конечно я никуда его не дену конечно я его не продам он такая вы знаете память старый друг со старыми друзьями не расстаются никогда а лулу вот лулу вообще сложный аромат для меня сложно расчленяем и сложно понимаемый то есть до появился мне этот флакончик я его носила запойно и мне очень нравилось по-разному на него реагировали конечно окружающие а такой вот знаете негатива не было но были вопросы там что у тебя новые духи и вот как вот вот мимика лица выдавала в этом вопросе вот какой-то подвох знаете какой-то подвох и было понятно что человеку не очень приятно мои новые духи это было балалулу но ношу я это ее конечно не ношу я ее конечно не поэтому не потому что там кто-то что-то как-то глазом повел бровью закосил куда-то нет не знаю вот нет у меня пока настроение подлую я не знаю может быть вот сейчас вот связи с этой пандемии вот ну все все-таки поменялись вот мы как бы мы не говорили вот мы вот такие позитивные все мы все равно чувствуем вот этот вот микроклимат который происходит везде да вот все это на нас давит и конечно же выборе ароматов мы сейчас руководствует руководствуемся чем-то вот совершенно другим нежели в тот же период времени до вот вируса да да вот этого всего то что сейчас происходит не наш не ношу вы а наверное я вот эту версию куда-то или продам или отдам оставлю себе только винтажную винтажную маленькую миниатюру ну потому что ну что вот она будет у меня лежать лежать стоять два аромата два аромата от итальянского нишевого дома gutti gutti один вот такой белый другой оранжевый у них очень странное как бы название потому что я до сих пор не знаю как они называются вот здесь они пронумерованы вот так и вот так но вот самого названия я к сожалению не знаю на коробке тоже они перри прям примем пронумерованы буквами по моему у меня буква е русская и буква а русской то есть и и ну не знаю короче вот этот вот аромат он прекрасный но я его совершенно от себя не чувствую как раз по моему и он такой фужерный немножечко древесный немножечко хвойные чуть-чуть лавандовый чуть-чуть такой пенис то мужской вот вот как то вот так вот фужерная такая тема красивая я абсолютно его на себе не обоняю и не слышу не чувствую и то есть вот как бы вот он вот я то есть мы с ним абсолютно не в контакте хотя когда я в нём а если я в нем например дом я ношу дома когда муж например приходит с улицы он говорит о ты гути надушилась да вот то есть вот как-то видимо так окружающие его замечают я абсолютно нет и абсолютно вот как бы к нему равнодушно свое времени свое время мне подарили он их было четыре аромата да у бренда вот у меня все четыре были осталось два и вот они как остались так и остались и не знаю что с ними делать а второй аромат он такой золотистый у них по-моему на вот один в линейке был как раз такого золотистого цвета он мне нравится гораздо больше в нем есть такие какие-то сочные фруктовые ноты он такой на позитиве что я люблю и пахнет мне он очень сложно разложить на пирамид на по пирамиде этот и другой аромат я знаю что гути они используют очень большое количество ингредиентов в своих композициях но вот здесь я чувствую да вот что-то фруктовая причем фрукты такие может быть тропические может быть какие-то такие специфические а и пахнет мне это все вот в конечном итоге барбарисками барбариски в таком вот каком-то сиропном обрамление он не сладкий при всем при этом он совершенно не сладкий он позитивный он такой вот пузырящийся но не сладкий но не ношу ребят вот как бы видите остаток этому остатку наверно лет 7 то есть вот он стоит 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 о с ним конечно ничего не случится не испортится он стоит в шкафу в теплым в темном месте прохладном ну вот что вот мне с ним с не солить же мне их не жарить не знаю сейчас наверно многие удивятся ну да абсолютный аутсайдер абсолютный вот как бы вот ну маск роважор от маля и мишу и русселя вот так а значит так когда он у меня вообще у меня не было в планах его покупать я как всегда шла в бютик к стенду маля зачем-то другим то ли я все опять липстик роуз хотела тоже все время хожу и и не беру то ли еще что-то то ли не помню короче вообще что я хотела и мы свою вот как бы вот такую ну не оплошность нет дела его он мне безумно нравится и была такая холодрига я помню было очень холодно было как раз зима и он мне пошел вот прям как ни один другой аромат приятно вот он именно зимний он зимний согревающий он уютный я его люблю носить там если я раз в году наш шарф например ну что ну как бы нет надобности у нас здесь носить шарфы новая зеландия например да это не австралина все там холодно в том же хобарте до холодно тебе будет даже каких-то районах седнея будет холодно ну вот там где мы живем в сети так скажем центре да абсолютно не холодно никогда не бывает то есть нет надобности носить вот это вот многослойность шарфы и так далее маска в ажор в этом году я вообще практически не пользовалась наверное в силу того что мы большую часть сидели дома на карантине ну как это вот передвижение были такие скудные но здесь чуть больше в остатке чем половина то есть я когда ты им хорошо попользовалась на участок он стоит сейчас мы идем в тепло сейчас у нас все идет к лету а летом я его вообще не могу выносить вот-вот-вот сказала да не могу выносить его летом он меня душит и летом он не напоминает мною очень нелюбимый tom ford табака ванил не кидайте меня не тряпок ничего не люблю просто не люблю вот абсолютно не не мой аромат табака ванил на меня вот он прям такой зубодробительный следующий аромат нужно сейчас все удивитесь la fil du berlin от сержа лютанса красивая роза холодная металлическая винная и так далее вот купила относила почти половину и вот как то вот он у меня опять стоит 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 летом он слишком такой вот на мне выходит какой-то болгарской розой такой вот маслянистый который я не очень честно говоря люблю а зимой вот не доходят до нее руки вот тут как-то вот она у меня простаивает я не помню честно говоря даже когда я последний раз его этот аромат на себя наносила помню мы ходили точно я еще записала stories мы ходили на такое мероприятие дегустацию виски да и мы там делали коктейли что-то такое ночью какая-то такая была очень веселая вечеринка как раз до того как к нам приехали друзья мы ходили я вот тогда на душилась этой розы я подумала что вот на дегустацию виски будет мне так хорошо оттенять аромат розы все вот я вот на душилась и потом больше не душилась вот как то так так следующие два аромата будут от одного бренда и вот с этим брендом у меня в этом году случился какой-то вот прям все любовь прошла все завяло все пожухло листья облетели и так далее один аромат классный никогда от него не избавлюсь другой аромат тоже классные но думаю о продаже скорее всего а первый который думаю о продаже ну не знаю продам не продам не знаю это так сложно вообще это бренд миколев миколев а я уже подарила подруги black ананду ананду обычную ну вот на эти ребят как отрезала бывает бывает вот прям такая любовь любовь восторженность насколько можно ребят насколько можно вот ну был был восторг пропал восторг вот так у меня случилось с этим брендом ну бывает может быть конечно я мечтаю попробовать их новинки которые вот у них выпускаются новинки какие-то интересные очень меня нет этой возможности к сожалению поэтому увы и ах и ланг и голд я его наносила последний раз наверное летом один раз я его как-то нанесла и все ну вот мне он кажется сейчас немножко простоватый честно обожаю флаконов даже не то что флакон я обожаю вот это вот золото во флаконе это так мило немножко вычурно кичево очень сильно но мило но тем не менее да вот такая тема у меня случилось и лангом вот такой хороший он такой вы знаете нежный девичьи и бои слова роскошный да на лето особенно ну вот что то вот пошло у нас не так то же самое могу сказать про джевелфа но это фаворит это конечно фаворит из миколев его я никуда не дену он будет у меня всегда потому что он шипровый и шипры они не надоедают шипры хорошие что душусь подойдет шипры они ну редко я его нашу увы ах ношу его редко особенно последнее время ну практически не ношу ну бывает бывает но я к нему конечно же обязательно вернуть вот такие у меня аутсайдеры напишите в комментариях чтобы вы делали с ними продали покупали бы что-то другое склоняюсь наверно да нужно все-таки продавать не нужно вот это вот все держать все ароматы которые я продала до ну вот когда-то когда-то да и при а периодически я продаю на ebay свой аромат я ни об одном не пожалела более того я очень счастлива купить замену им какие-то другие например вот на такой ноте напишите мне пожалуйста что вы думаете по этому поводу у меня здесь красивые маки и вот тут вот покажу вам заключительно посмотрите какие они великолепны и они они мне кажется похожи как как будто бы бумажные цветы очень красивые очень красивые маки с вами была аленка блок с ее вот такими аутсайдер скими штучками всем пока кача пока